Государство сделало очень большой шаг вперед. Она сделала просто, наверное, не шаг, а скачок. То есть просто всегда надо сравнивать с тем, с чего начиналось. А начиналось это все с пустого казначейства в стране, бедной разворованной армии, которая не была обеспечена ничем. Это была техника, которая не могла выполнять, по сути, боевые задачи. У каких-то бригад батальонов могла, у каких-то не могла абсолютно. То есть если взять с этой стороны, это то, что нам понадобилось очень-очень быстрое наращивание военной группировки, и надо ее, конечно, было обеспечить техникой и всем прочим, то вот государство и волонтеры, они сделали действительно скачок. То есть это даже нельзя это обсуждать. Точно так же о вещевом обеспечении. То есть мы 20 лет не могли сделать нормальное вещевое обеспечение. Нормальную форму, нормальные берцы, нормальные сухпайки, нормальные бронежилеты, но ничего. У нас не было ни бронежилетов, ни касок, ничего. То есть были подразделения, когда там на батальон было 20 бронежилетов. То есть даже один взвод нельзя было обеспечить. То есть сейчас бронежилеты есть, каски есть, берцы есть, еще там какое-то снаряжение есть, и оно все-таки штатно производится, выдается, закупается, и это очень большой плюс. Те же самые аптечки. Аптечек не было. То есть просто не было. Там плохие, хорошие, просто не было. Ну то есть сейчас, да, там есть там вопросы. То есть мы уже бодаемся не на тему, чтобы обеспечить армию аптечками, а мы хотим, чтобы там был хороший, правильный турникет, чтобы там была не только жгута эсмарха, чтобы там был правильный квиклот, чтобы там была пленка, потому что пневмоторекс – это такая вещь, которая достаточно распространенная. То есть мы уже как бы идем в сторону качества. Не количество, не наличие, а качество, и это правильно. То есть значит, что-то мы делали за эти два года. Талановский берц – это пехотный берц. То есть те, кто критикуют в основном талановские берцы, это люди, которые первые, которые себе купили хорошие берцы там в начале войны. То есть на берцы мало кто, ну то есть это ноги, это передвижение, это натереть себе там ноги, а потом понимать, что тебе еще надо 10-15 километров пройти, ну на такой риск не каждый пойдет. Поэтому там с первой зарплаты все себе покупали хорошие берцы. То есть покупали себе бельвили, покупали хайксы, покупали лова, и это действительно отличные берцы. Просто надо понимать прогрессию. То есть у нас до этого были берцы, которые называли «тысяча шагов». То есть почему их так называли? Потому что вот тысяча шагов человек сделал, и все, берц нет на ногах. То есть после всего этого, когда ты получаешь берцы, которые имеют там кордуру, литую подошву и прочие-прочие-прочие гаджеты, да, то есть ну там прочее там апгрейд, да, такой вот, это очень-очень круто на самом деле. Просто те же бельвили, та же лова, они много-много лет улучшали качество своей продукции, они эволюционировали, у них было на это время. У нас было, надо было сделать здесь и сейчас и при помощи украинских производителей, которые никогда качественную обувь для армии не выпускали. То есть у нас был тот период, когда ребенок должен родиться. Поэтому действительно к талановским берцам, потому что только талант на самом деле взял на себя ответственность вообще шить что-то, остальные, к сожалению, были готовы предоставить еще ниже качество продукцию, что не устраивало министерство обороны. Вот, то по сравнению, например, с топовыми моделями всех этих фирм, да, талановский берц — это просто суровый такой пехотный берц, но зато у него есть свои плюсы. То есть, во-первых, это не деревяшка, во-вторых, он действительно защищает ногу бойца, то есть если там человек все что-то уронит на ногу или там наступит на гвоздь, а это очень распространенное повреждение, когда боец наступает на осколок, на какую-то арматурину, на гвоздь наступает, то есть они хранят ногу бойца — это большой плюс. Они держат хорошо стопу — это тоже большой плюс. Они защищают более-менее неплохо от влаги, от механических повреждений, то есть это здорово. Но есть куда расти. И понятно, что те люди, которые ожидали максимум вот эти вот деревяшки там, да, или там берцы старого образца, вот это вот черные там непонятные, конечно, они говорят, что талант — это здорово. То есть вот те старые таланты — это отличный скачок вперед, отличный шаг, и отлично, пацаны, работайте, эволюционируйте и все такое. Те, кто ходит в высококачественной иностранной обуви, конечно, они говорят, что таланты не дотягивают, то есть и объективно указывают на какие-то причины. Это абсолютно нормальный вариант. Ребенок должен родиться. То есть ребенок должен родиться. Это нынешняя партия берц, которая поступает в армию, она уже сделана по другим этих условиям. То есть там уже были учтены все замечания, которые были до этого. И даже вот люди, которые вот их носили уже, то есть на парад все, причем даже на парад, надо понимать, что это люди, которые часами ходили в строевую, отрабатывали как бы. То есть если бы там что-то где-то натирало, им было бы неудобно, жарко или еще что-то такое, то мы бы уже услышали претензии. Но нет, люди говорят, отличный берц. То есть это уже большой плюс. То есть мы идем, мы эволюционируем потихонечку. Реформы очень медленно вводятся. Это я говорю прямо. И тут, наверное, даже не столько проблема в верхах, сколько проблема в среднем звене. Потому что надо понять, что Министерство обороны – это очень консервативная структура. То есть там люди, которые очень много лет пережили ни одного министра обороны и остались на своем месте. И вот у них там есть свое поле, которое они возделывают. Они его хотят возделывать так же и дальше. Они не хотят перемен. Потому что перемены для них непонятны. То есть перемены – это более высококачественные специалисты, которых туда надо привлекать. Это там какой-то электронный документооборот, к которому они не готовы. Это другие нормативы, другая вся эта работа. То есть им это не надо. То есть им это просто не надо. Тем более, что часть этих людей, они где-то там как-то отщипывают от каких-то процессов. То есть они не хотят, чтобы там что-то поменялось. То есть это их такая вот прибавка к их заработной плате. Они саботируют все. То есть это идет на уровне там отделов, на уровне департаментов. То есть каждая бумажка ее саботируют и возвращают в армии. Вообще есть возможность просто утонуть в бумагах. То есть они это умеют. И более того, они даже иногда не выполняются доручением министра обороны. То есть они их не берут во внимание. Да, они там получат какое-то зауважение, они получат потом свое, но даже до такого опускаются. То есть это, как по мне, самая-самая такая вот проблемная часть. Плюс ко всему надо понимать, что да, туда пришел волонтерский десант, который пытается, да, вот как бы раскачать эту систему, бороться за все хорошее против всего плохого. Но верхушка, она состоит из людей. То есть если мы берем полторака, да, которые там действительно пытаются что-то делать. Вот часть верхушки, потому что, опять же, не все замы полторака плохие. Там есть очень хорошие генералы, могу сейчас назвать их фамилии, которые действительно горят за свою армию. И это на самом деле удивительно. Потому что если бы мне когда-то сказали, что прошлая система могла породить таких людей, которые вот сейчас действительно так горят за армию, я бы рассмеялся, но они действительно есть. Но есть и другие замы, которые не хотят изменений, которые хотят все держать под своим контролем, которые хотят, чтобы эти процессы вот именно так происходили. Они мешают. Они очень сильно мешают. При этом они прекрасно знают законы. Они знают, на какие нормы полагаться, чтобы там отвернуть какой-то документ. Как какую реформу саботировать? И это все по закону, абсолютно. Уволить военнослужащего из Министерства обороны – это очень тяжело. Его защищает закон. Поэтому для того, чтобы доказать, что этот человек некомпетентен, что он там неправильно выполняет свою работу и что он там своими действиями мешает прогрессу – это просто нереально. Надо менять законы. А Верховная Рада у нас не особо этому готова, скажем так. То есть сейчас это идет на уровне рекомендаций от специальной группы, в которую входят и волонтерский десант, и другие волонтеры, и гражданские организации, которые просто берут вот так вот по человеку, выдергивают, проверяют и говорят – этот негоден, этот вообще не понимают. То есть ему когда-то сказали, вот делай это он так точно. Делаю плохо. А, я плохо делаю. Ну так дайте мне указание, я пойду что-то другое делать. То есть, к сожалению, в армии не всегда ставятся люди на должности как бы по компетентности. То есть они еще ставятся – кто там? Ты – делай. Вот. То есть это тоже большая проблема. То есть сейчас это идет на уровне рекомендаций. Но очень большая проблема в том, что должны быть нормальные зарплаты. Государство их не может обеспечить специалистам хорошего уровня. И, к сожалению, не стоит очередь менять. Министерство обороны для того, чтобы занимать ключевые в этом должности. Вот чистых, христальных, патриотичных людей не стоит. То есть есть вот человек, он плохо что-то делает, но его с ними будет еще хуже. Потому что вообще функция провалится. Кого поставить на его место? А, некого. Я бы не пошел только по той причине, потому что меня уже вовсю ассоциируют с Бирюковым и с волонтерским десантом. И это просто очень большой информационный всплеск, что Бирюков опять привел своего посадить на потоки и прочее, прочее, прочее. То есть только даже из-за этого, наверное, бы мне не хотелось. У нас политика сейчас — это такие люди, что рядом с ними бы… Вот я знаю, что там есть очень большое количество хороших людей. Андрея Тетярука, например, очень уважаю, уважаю Татьяну Рычкову. То есть там есть люди, которые действительно хорошие. Но идти в нынешнюю политику, в которой большинство — это такие люди, ну просто не хочется. Вот серьезно. То есть хочется заниматься чем-то, чтобы ты там горел и делал. А политика, я знаю, как туда Рычкова пошла, она не хотела идти в депутат. То есть ее просто, ну, сказали, если не ты, то кто? То есть ну придет туда Загид Краснов. Что, Украине от этого лучше станет? Нет, не станет. Тогда иди ты. То есть это просто было от безысходности. У меня, к сожалению, такой безысходности нет, поэтому я пока туда не хочу. Во-первых, как бы выборов нет, и в ближайшее время, надеюсь, и не будет там до следующих. Во-вторых, я надеюсь, что все-таки следующая Рада, она будет поадекватнее, чем нынешняя, и там уже будут совершенно другие люди. Ну, пока желания, честно, нет. Вот такая, то есть я понимаю у Порошенко, да, то есть что ему достались очень, очень дрявые сапоги, и ему надо в этих сапогах вот сейчас идти и не замочить ноги. То есть вроде бы как бы пытались наспех собрать вот эти все партии, народный фронт, БПП, но так как все это было наспех, и у всех это было наспех, то туда прошло очень много людей, которые, я считаю, там не должны быть. То есть со всеми этими людьми он пытается как-то заставить весь этот корабль плыть. Получается, как получается. Плюс ко всему надо понимать, что, то есть у меня там, я сейчас работаю, у меня официально белая заработная плата. Я, например, не знаю, на что живут ряд там тех депутатов, которые так туда стремились, прошли, и вот они депутаты, на что они живут? На зарплату в 7 тысяч гривен? Купуют? Купуют? Да, точно. То есть я не хочу так жить. Я хочу, ну если это уже народное избрание, то ты должен отчитаться за каждую свою копейку. То есть я-то, ну мне не имеет тоже в этом делать смысла. Это знаете, это как раньше в МВД, да, которое сейчас пытается переконструировать. Как говорил один мой знакомый, идти туда и быть честным умрешь с голоду, идти туда и воровать не хочу. Субтитры создавал DimaTorzok